Влад, у нас Константин в комнате, он несет информацию. Я не могу сосредоточиться на водопаде, просто после водопада надо поговорить. Хорошо, давай выходим из водопада. Мы закончили? Хорошо. Мы благодарим водопады, они уходят на свою чистоту. 1, 2, 3. Хорошо. Куратор Константин хотел нам что-то сообщить. Я хотел поприветствовать вас, поздравить. Мы приветствуем. Благодарим, приветствуем и вас, уважаемый куратор. Я наполнен счастьем и радостью. Процесс работы очень продуктивен. Все идет прекрасно. Душа развивается во всей своей полноте, без сомнения и страха. И это дает вибрации радости, счастья, исполненного долга. И я хочу, чтобы вы чувствовали эти вибрации неправильно. Вы должны наполниться этими вибрациями. Работа должна приносить удовлетворение. Ваше удовлетворение напитаться этими энергиями. Эти энергии дадут радость продолжения. И не забывайте, что школа дает особый свет. Арго, хрустальной энергии архангелов. Зарядитесь ей. Сегодня активируйте ее. Это даст вам особый свет. Для продолжения обучения. Мы можем это сейчас при заправке энергии сразу? У вас открыта дверь школы. И эта энергия постоянно поступает в этой комнате. Пустите ее в себя. И чем больше развиваются ваши ученики, тем больше эта энергия повышается в вибрациях и наполняется радостью и знанием. Мы должны эту энергию регулярно активировать? Или она автоматически будет? Она находится в вашей комнате. Понял. Мы включим ее. Просто произносите иногда ее. Не забывайте про нее. Так же, как про защиты, которые вы произносите. Не нужно это делать при каждом погружении. Хорошо. Благодарю вас. Раз, две, три недели достаточно. Отлично. Раз, две, три недели. Все запомнил. Благодарю вас, дорогой Константин. Нам очень приятно. Мы тоже очень... Я не знаю, это новое чувство. Я его тоже раньше не знал. Это чувство гордости за своих учеников. За то, что эти знания, которые мы передаем, они действительно приносят результаты. Люди очень активно работают над проработкой своих блоков, блокад. Это знания правды и правильности того, что ты делаешь. Ты больше и больше укрепляешься в этом знании. А значит, энергия, которая исходит из школы, больше и больше повышается в вибрациях. И знания, они укрепляются и наслаиваются во времени того, как растут ваши ученики в своих знаниях. Добро увеличивается, углубляется, утверждается, разберяется. Это то, что необходимо на земле. Добро, несите его. Да, будет так. А так и есть. Благодарю вас. Продолжайте. Не смей больше отвлекать. У тебя в вишотхе, в голубом теле, вибрации другие, они повышаются, потому что тебе нужно больше говорить, и это ответственно. Она как дрожит так. Вибрирует. От вибраций, да. Я чувствую, у меня какой-то голос становится более таким, ну как, как оружие. Сила появляется какая-то в нем. Так мне надо что делать? Больше говорить? Нет, нет такой информации. Просто она изменилась. У нее другие вибрации, чем во всех остальных телах. Отлично. Можа высокие. Хорошо. Благодарю за информацию. Больше ничего нет? Около 50 у нее вибрации. 50 герц. Около. Угу. Вниже 50, ну под 50 идет информация. 48. Хорошо. Я даже не знал, что такое возможно. Потому что я чувствовал последнее. Это твое... Оружие. Подожди. Ну оружие, это понятно, но это твое... Твой рабочий инструмент. И рабочий инструмент. И он доводится до профессионализма. И естественно оттачивается. И из-за этого повышения вибрации идет. Я заметил, у меня очень сильно повысилось... Ты растешь. Красноречие повысилось. И последовательность мыслей стала совсем другая. Ты развиваешь. И кроме того, я еще как-то вообще меня как переключили на другую волну. Меня перестали раздражать вещи, которые меня всю жизнь... Меня переключили. Ты развиваешься. Ты перестал упираться в свои эмоции. И понял, что есть другие. Благодарю за эту информацию. Никто не переключает. Переключаешь ты сам себя внутри. Значит дошел до этого момента, когда переключил сам. Да. И огромнейшая... Стало неважно определенные вещи. Ты просто их перешагнул. Абсолютно неважно. И жалко потеряно энергию и время на эти чувства. Хорошо, что ты это понял. Это очень мешало бы тебе в работе. В последующей жизни. Ты бы разрушил. Своими эмоциями. Много начинаний. А я это, по-моему, уже один раз сделал, да? Да, этот опыт не был пройден. Я какой-то... Ты меняешься. А можно будет когда-нибудь при возможности услышать об этом, об этом, что я там загубил, какое начинание благодаря своему эгоизму? Это какой-то проект был, я полагаю. Сейчас, но наступит момент, когда твоя осознанность будет готова это услышать и принять как опыт, без обид, расстройств. Согласен. Все понял. Пока еще есть... Сейчас ты не готов. Я сам чувствую, что у меня действительно еще... Я лишь могу сказать, что люди, которые к вам приходят, были участниками определенных событий. Все понятно. Это было не все, но некоторые участвовали в событиях. Это определенный переход души, как вы говорите, кармический узел, поворот. И я бы назвал это лестница или же следующий этап осознанности, который не был пройден тобой. Вот как. Это не шанс. Просто душа не была готова, не понимала. И сейчас она учится. Чтобы идти дальше, нужно пройти свои эмоции, эгоизм и все остальное, что ты сам знаешь. Да. Я должен до этого дойти. Конечно, путь еще... Знаешь, кем ты общаешься? С Амиром. Амир, дорогой мой друг, благодарю тебя за эту информацию. Вот я чувствовал плеяды, которые обо мне все знают. Как раз вступили в разговор. Благодарю тебя, Амир. Амир, а как можно у тебя спросить... Это как, на плеядах тоже знает, чем мы занимаемся здесь, да? Это сейчас плеяд, мы не можем это не знать. Конечно. Есть определенные задачи. Хорошо, буду их исполнять, дорогой мой друг. Очень рад был тебя услышать. Если будет время, когда-нибудь пообщаемся. Если у тебя будет время, потому что ты постоянно в дороге. У нас есть телепатия. Забывай об этом. Все верно, да. Есть. Отлично. Связь работает. Самое быстрое, что есть вообще. Все. Хорошо. Прими искреннюю мою энергию благодарности за твой визит. Очень рад информации. Буду работать над собой дальше. Хорошо, Верочка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok